Монопрофильные или коротко моногорода. Жизнь большинства людей в таких населенных пунктах напрямую зависит от функционирования одного крупного градообразующего предприятия. Появление первых таких городов в России эксперты относят еще к эпохе Петра Первого, когда активно стала развиваться промышленность. В период советской плановой экономики создания моногородов в нашей стране стало особенно масштабным. Нетрудно представить, что происходит с такими городами-заводами, когда по той или иной причине предприятие замедляет темп, а то и вовсе прекращает работу. Увы, такой сценарий коснулся многих моногородов в перестройку и период приватизации. То, что годами производилось на крупных предприятиях Союза, вдруг стало ненужным и лишним в Новой России. Заказы прекратились, сотни тысяч трудящихся остались неуделом. Перечень моногородов, нуждающихся в поддержке государства Минэкономразвизия России, периодически обновляет. Если несколько лет назад к таковым относились порядка 800 населенных пунктов, то в начале 2014 года их насчитывалось 342. К весне прошлого года список сократился до 319 муниципальных образований, распределенных по трём категориям, в зависимости от степени ухудшения социально-экономической ситуации в них. К моногородам с наиболее сложным социально-экономическим положением в Чувашии относятся Канаши и Мариинский посад, к тем, в которых имеются риски ухудшения положения Шумерли и Аладдарь, к монопрофильным муниципальным образованиям со стабильной социально-экономической ситуацией Новочебоксарск. Для поддержки моногородов правительство России разработало специальную программу. В настоящее время Канашо у нас очень активная работа ведёт, уже заявка подана в фонд развития моногородов, подписано генеральное соглашение, и после того, как будет подписано соглашение по финансированию, думаю, что финансовые средства к нам поступят. Российский фонд развития моногородов проделал кропотливую работу по отбору регионов участников в программе. Его представители не раз выезжали в Канаш. Тесное сотрудничество органов исполнительной власти Чувашии фонда дало результат. Для нас важно не просто потратить деньги и не просто создать инфраструктуру. Для нас важно, чтобы действительно, как сказал Михаил Васильевич, чтобы Канаш ожил, чтобы действительно появилась среда. За спасение моногородов на федеральном уровне взялись ещё в 2009 году. Тогда финансирование организовали через так называемые кипы – комплексные инвестиционные планы. Основой поддержки стало вложение средств в инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство. В Чувашии по этой программе поддержку в 2010-м получил Новочебоксарск, а в 2011-м – «АллатРь». Последнему выделили около 176 миллионов из федерального бюджета и 380 миллионов из республиканского. И сейчас уже можно судить о результатах. Комплексный инвестиционный план модернизации города «АллатРь» был утвержден в марте 2011 года Кабинетом министров Чувашской республики. С этого времени началась реализация этой программы. И основные направления плана развития города строились по нескольким направлениям. Первое – это модернизация действующих предприятий, это развитие сферы услуг потребительского рынка, это создание новых предприятий, как малого бизнеса и промышленных предприятий. И основное – это создание даже новой инфраструктуры, это водопровод, очистные сооружения, теплоснабжение. В первую очередь были построены две блочно-модульных котельные, второе – это водопровод, 15 километров, 123 миллиона рублей. И самый большой объект инфраструктуры – это очистные сооружения, это 377 миллионов рублей. Создан индустриальный парк, то есть место, такая территория города, где созданы условия, то есть подведена вся инфраструктура для развития промышленных предприятий. По мнению экспертов, изведение инфраструктуры и индустриальных парков должно решить проблему зависимости от градообразующих предприятий следующим образом. На готовые площадки с подведенными коммуникациями требуемой мощности намного проще привлечь инвесторов. Бизнес-сообщество охотно соглашается на такие условия. Ведь для организации производства необходимо лишь отстроить помещение и закупить оборудование. В итоге город получит новые предприятия, рабочие места, дополнительные налоги в местную казну. Так, якорным предприятием в индустриальном парке «АллатРа» стал горно-обогатительный комбинат. Здесь будут заниматься обогащением песка, который необходим в строительной отрасли и стекольной промышленности. Здесь две очереди. Первая по проекту и вторая очередь. Мы сдали вторую очередь. Это цех по производству сухистрельной смеси. Он же является складом готовой продукции. Здесь инфраструктура, значит, вода подведена у нас, значит, газ подведен. Ну, осталось, ну, метров пятьдесят, если вот заработает цех по обогащению кварцевого песка. В общем, в перспективе, в перспективе там и по дороге будет решаться вопрос для доставки песка. Здесь же расположится смежное предприятие, которое будет использовать обогащенный песок для производства строительных смесей. Производство заработает, как только будут решены вопросы доставки импортного оборудования. Производить будем сухие строительные смеси. Это, значит, клея, всевозможные шпаклевки. Ну, там наименований, где-то порядка сорока наименований. Это гипсовая линейка, значит, песчаная линейка, доломитовая линейка. Рынок сбыта у нас как бы есть. Рынок сбыта – это и по Волжье, и ближайшие регионы, и Татарстан. Поэтому как бы заказы есть у нас. На сегодняшний день, почему мы не можем, значит, запуститься? У нас оборудование собрано, значит, шкафы у нас заказаны и оплачены. В связи с тем, что ввели санкции, значит, против России, оно итальянское. И у нас вот они на таможне где-то там лежат. Руководители будущих предприятий отмечают, рядом со своими площадками они будут рады видеть партнеров. К примеру, стекольную мастерскую. Другой пример – завод по производству комикормов в АлатРе появился еще в советские годы. После реконструкции в 2011 году на его базе открылось современное производство того же профиля. Этот инвестиционный проект дал существенный толчок для поднятия уровня экономики города. Сейчас на нем трудится более 70 человек. Производим около 20 видов комикормов для кур и для свиней, для нашего агрохолдинга, нужного агрохолдинга. Заявленная производственная мощность 40 тонн рассыпных комикормов и 20 тонн гранулированных. Способствовало открытию завода не только наличие базы, но и подготовленная инфраструктура, необходимая мощность коммуникаций. А вот пример модернизации жилищно-коммунальной отрасли. До строительства этой автономной блочно-модульной котельной микрорайон Западный периодически оставался без горячей воды, а в перспективе мог остаться и без тепла. Котельная была построена в октябре, впущена в эксплуатацию в октябре 2012 года для отопления и подачи горячей воды в жилой массив Западный 1 и Западный 2. Значит, Алатарская бумажная фабрика официально уведомила Алатарскую администрацию, что прекращает подачу тепла в эти районы. Было принято решение в рамках моногорода построить котельную 15 мегаватт. Ориентировочная стоимость где-то в районе 60 миллионов, где-то вместе с тепловыми трассами. Сейчас котельная обслуживает 23 многоквартирных дома, школу, садик. При этом остается запас мощности. Микрорайон продолжат застраивать. Несмотря на то, что дела у города с 2011 года явно улучшились, к примеру, уровень безработицы за это время упал примерно на 2,5%, а комплексный инвестиционный план развития рассчитан до 2020 года, Алатарь по-прежнему остается в категории монопрофильных муниципальных образований, в которых существуют риски ухудшения социально-экономического положения. А значит, город может еще раз стать участником программы. Кстати, вполне вероятно, что такие города как Алатарь избавить от приставки МОНО помогут не только госпрограммы, но и нынешняя политика государства. Взятый курс на импортозамещение может этому реально помочь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok